МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь команд российской Суперлиги оспаривают выход в полуфинал. Их дуэли продолжаются до трех побед в каждой паре. Приморскому «Спартаку» в оппоненты достался клуб «Самара». Красно-белые уже выигрывали у волжан в плей-офф. Тогда «Спартак», восьмая команда по итогам регулярного чемпионата, смогла выбить из розыгрыша первую. В этом сезоне «Приморцы» закончили шестыми, «Самара» – третий. У оппонентов была очная ставка под занавес регулярки. «Спартак» разобрался с волжанами на своей площадке 72-69. Уже тогда стало понятно, что в первом раунде плей-офф «Спартаковцы» выйдут на «Самару». Нынешняя серия началась на площадке волжан. «Спартак» в «Приморе» выиграл в первом матче плей-офф. Эта встреча началась под диктовку красно-белых. Лидеры команды «Кривошеев» и «Ключников» сделали счет 7-0. А через пару минут одноклубники довели разницу в счете до двузначной – 15-3. «Приморцы» удерживали лидерство до последних секунд, вели в счете на каждом игровом отрезке. За несколько минут до «Сирены» «Самара» выбросила белый флаг. Не стала продолжать погоню. Итог встречи – 90-76 в пользу «Приморского» «Спартака». Самым результативным в составе нашей команды стал Федор Ключников – 22 очка на его счету. Еще пять баскетболистов «Спартака» набрали более 10 очков. Во второй игре серии, которая также прошла в Поволжье, баскетболисты «Самары» смогли отыграться. Первую половину этой встречи команды шли вровень, а после большого перерыва «Самарцы» вырвались вперед. А у «Спартаковцев» бросок не пошел. Итог второго матча – 78-68 в пользу «Самары» и счет в серии 1-1. Встречают под гром барабанов. После двух матчей в «Самаре» четвертьфинальная серия между «Приморцами» и «Волжанами» переехала во Владивосток. На «Приморской земле» начинали с нуля. И прав на ошибку, у обеих команд было значительно меньше. С первых секунд заметно, что «Самарцы» хотят поквитаться за проигрыш на своей площадке. Кинжальными атаками вспарывают оборону хозяев, спокойно проходят кольцу и лидируют в счете. Уже в дебюте «Спартаковцы» проигрывают 2-11. Но находят в себе силы вернуться в игру. Темп, плей-офф, спаренные встречи с постоянными переездами очень отличаются от регулярного чемпионата. Да, согласен, когда мы играем дома, после того, как тренируемся одну неделю, совсем другая игра, да, то есть и очков забитых больше, и... Ну это, что это, что делаешь? Это спорт, это плей-офф, это борьба. Плей-офф и должна быть на самом деле борьба. Все уходит уже на второй план. На первом месте борьба. Это, в принципе, и правильно. Первая половина, конечно, была не лучшая наша, да, не попали свои броски и так далее. Но это случается, да. Много может быть причин здесь, на самом деле. Сразу так и не сказать, в чем причина. Но главное, что бороться до конца, до последней минуты, и там уже, да, там уже, как бы, что фортуна даст. Как и в недавнем матче регулярки, у волжан сдают нервы уже на первых минутах. Виновных в ошибках начинают искать среди арбитров. Наставник самарцев Сергей Зазулин не согласен с действиями судей и в одном из эпизодов в сердцах бьет мячом о паркет. Получает технический пол и предупреждение. За что мне технический? За то, что я ударил мяч в пол. Я никого не оскорбил. Мяч отлетел ко мне, я взял ударить мяч в пол. И вот так вот из рук в руки отдал мяч в суде. За что технический? Ни предупреждения. Я не агрессивно себя вел, ничего не делал. Так он этим показывает свое отношение к нашей команде. Мы проиграли. Но вот тем самым моментом судья показывает свое отношение к команде. Я же не оскорбил ничего. Да, отлетел мяч. Меня отлетел мяч, я ударил в пол и отдал суде. Поэтому говорить я просто не хочу. Завтра еще второй мяч будем играть. На протяжении 38 минут игры спартаковцы отстают. Разница в счете от 1 до 9 очков. Но приморцы, как говорится, висят у волжан на колесе. Красно-белые вытаскивают матч буквально на жилах. Даже после того, как разыгрывающего хозяев Андрея Матьюнаса отправляют на скамейку за 5 фолов, приморцы проявляют характер. Весомую лепту в победу внес первый номер Федор Ключников. Это плей-офф. В общем-то, если посмотреть остальные пары, все зарубаются очко в очко. И мы не исключение. У них опытная команда. 4-5 человек, которые играли в ЭТБ лиге. Они знают, как выигрывать игры. И мы отдаем все силы, чтобы их победить. Федор, ну победа на характере, победа на жилах, что называется. Но, тем не менее, и достаточно пищи для анализа. Ну да, как всегда. После каждой игры достаточно. И после выигранной, и после проигранной. Будем думать, как завтра выиграть, в общем-то. Будем так же бороться. Отдавайте силы, потому что нам ничего не остается. Мы не хотим лететь обратно в Самару на пятую игру. Вновь приморцы воспользовались горячностью и огрехами игроков Самары. Краснобелые забирают концовку, а вместе с ней и весь матч. И делают счет в серии 2-1. Только Спартак и только победа. Настрой и баскетболистов, и болельщиков на четвертый матч серии плей-офф между Приморским клубом и Самарой. Хозяева были настроены завершить серию на своей площадке. Волевая победа на последних секундах в третьей игре стала залогом выигрыша и во всей серии. Но сейчас опустошение, потому что все эмоции и силы были отданы. Это плей-офф, тут по-другому никак. Это необычный регулярный чемпионат, где одна игра прошла и все. Здесь команда каждый раз готовится. И что-то преподносить новое, сложное. Поэтому такие игры с тяжелыми концовками. Я считаю, что вчерашняя игра именно на морально-волевых, которая выиграна, она и позволила нам выиграть сегодня. И выиграть серию. Первую четверть команды начали весьма бодро. Набрали 46 очков на двоих. Точные трехочковые Василия Бабайлова помогли Спартаку выиграть этот период. Комфортного преимущества в счете не могли создать ни те, ни другие. Гости совершили рвок в конце третьей десяти минутки. А четвертая стала решающей. Прицельных дальних бросков у Спартака было немного. Но все они были своевременными. Но даже они не могли сломить Самару. И тогда на ход встречи повлиял шестой игрок, болельщик Приморского Спартака. В последние минуты матча почти вся арена поддерживала красно-белых стоя. Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Они сегодня просто очень хорошо нас поддерживали, несли вперед. Благодаря им во многом мы и победили. Ну вообще какие сейчас могут ощущения быть после такого, ну просто, шпала эмоций и вообще всего. Ощущения будем биться дальше за медали. Приходите болеть за нас. Оглушительная поддержка дала силы Спартаку, когда их не оставалось. А противника вывела из себя, заставив играть агрессивно и грубо. Самара опять искала виновных в поражении на стороне. В концовке бывший игрок Спартака Корчагин забивает издали, но с явным заступом. Самара начинает давить. В момент ввода мяча столкнулись Спартаковец Савельев и Волжанин Головин. Взаимоотношения на площадке одна из сторон игры. Далеко не все сдерживают себя. Аналогичное произошло и в этой ситуации. Арбитры дали обоюдный фолл и технический Волжанам. Гости стали фолить специально, тянули время для решающей атаки, но приморцы смогли удержать преимущество и выиграть матч. Главный тренер баскетбольного клуба Самара Сергей Александрович Зазолин отказался прийти на пресс-конференцию. Поэтому, пожалуйста, комментарии по итогам сегодняшнего матча. Главный тренер баскетбольного клуба Спартак Примория Милович Павичевич. Для этого работали год, хорошо работали, усердно. Все ребята выкладывались в клуб, очень много для нас сделал. И, конечно же, мы хотели попасть в этот полуфинал. Очень сильно. И было бы большое разочарование, я прежде всего сказать, даже не катастрофа, а большое разочарование было бы, если бы мы не попали. На полуфинал. Мы знали, что соперник Самара очень серьезный. И мы к ней готовились. И мы только об этом думали. Как бы пройти Самару. Да. То есть, вот так вот. Неважно, в каком они были бы этапе, нужно сконцентрироваться на этом сопернике. Потому что очень сильный соперник. И ты никогда не знаешь, как игра закончится с ними. Каждая была напряженной с ними. Каждая. Ну, это говорил чемпионат, сам говорил, что команды ровные. Одна победа там буквально нас отделяла от третьего места. На одну больше победы мы были бы уже третьи, а не шестые. А это очень сильная, сильная сись. Ну, как бы сказать, говорилось о плотном чемпионате. И сам чемпионат показал, что каждая команда, каждая может выиграть. Так что я ничему, я абсолютно не удивлял. Самара кусалась, но спартаковцы взяли свое 81-77 победа в матче и 3-1 в серии. Полуфинал приморцы проведут против университета Югры и Сургута. Субтитры сделал DimaTorzok